Доброе утро! Это наш проект ЮГУ, направленный на воспитание культурного наследия, преемственности, обучение наших студентов по творческим направлениям, потому что это актуально для студентов нашего ВУЗа и вообще для студентов города. Ну мы поняли, что студенчество это небольшой охват, поэтому мы решили сделать городским уже не в первый раз и решили, что мы хотим привлекать школьников в том числе. Да, старшеклассников. Одно дело понять, что мы, знаете, хотим привлечь школьников, а другое дело привлечь. Хотят ли они? Да, все это дело, ну я понимаю, конечно, если сила убеждения, в руках что-то тяжелое и так далее, да, оно поспособствует. Но все-таки, каким энтузиазмом школьники подписываются на то, что предлагаете им вы? На самом деле, очень активно они включаются в работу, и мало того, что мы разослали письма информационные во все школы, ребята пишут нам сами сообщения, словами о том, что мы очень хотим к вам попасть, как это можно сделать, если все забито, можно ли уже сейчас попасть в резерв. Мы понимаем, потому что одной школы в год этого пока недостаточно. И планируем увеличить количество творческих школ, проведенных в городе Ханты-Мансийске. Регина, ну вот на твой взгляд, наличие профессионалов, ну так сказать, мастеров, да, которые занимаются с детьми, с студентами, подогрело интерес к воображариуму? Ну то, что вот мы знаем, и в прошлом году был, да, знаменитый человек для Ханты-Мансийска и для округа в целом, который приезжал на воображариум, это Саша Фельдман, да, и так далее. То есть люди-то приезжают известные, люди приезжают профессионалы, это является таким своеобразным пиаром вашей школы? Да, конечно, являются, потому что ребята еще за полгода до самой школы начали подходить и спрашивать, а кто в этом году приедет, а что будете в этом году давать? И вот один из ребят вот сейчас. И что за мастер-классы пройдут, да, что на них будет? В этом году приедет, уже как по доброй традиции мы стали дружить с Тименским государственным университетом, нет, вру, Тименский государственный институт культуры. Вот так. Вот, приедет преподаватель из этого института, с кафедрой режиссуры Михаил Гончаров, он был с нами в прошлом году. Также он является руководителем молодежного театра «Наш». Также к нам приедет руководитель импровизационного театра из города Тюмени, Breakfast Band, это Олег Вишкурцев. И приедет тоже вокалистка еще из Тименского государственного института культуры Валерия Смирнова. И четвертый наш эксперт, это местный, нам всем знакомый Петя Порфиров из театра «Кукол». Вот, и в этом году, вот, заговорил про вокалистку, мы впервые добавили направление вокал, потому что стали спрашивать ребят, а почему не привозите, вот мы хотим. Ну, ну, сами интересуются. То есть, был упор конкретно что-то на театральной, да? Да, было, в основном, только на театральной. Была одна школа у нас направленная на кино. У нас было актерское мастерство именно в киноиндустрии и режиссура кино. Так. Монтаж, не монтаж. Ну, она зашла, зашла именно, вот, или не зашла и решили уже углубиться в Валерия. Тут больше мы смотрим, мы даем им материал, а потом у нас же есть еще в Югу кинофестиваль, и смотрим по его результатам. И вот в тот год результат материала, который студенты делали, стал выше качества этого материала. Вот, и также, ну, студенты спрашивают, мы хотим то, вот, все спрашивают про танцы, когда мы добавим танцы, вот. Когда вы добавите танцы? Какие инициативные у нас школьники. Когда вы добавите танцы? С этим еще работаем, с площадками работаем, когда, что мы это сделаем. Вот, пока только у нас есть возможность добавить вокал. Вот, в этом году мы добавили это направление. Во сколько дней вы хотите все это уместить? Да, сколько вы ображаете? Все эти мастер-классы? Три дня будем воображать. Три дня? Первое, второе, третье февраля. Так, а подать заявки еще можно? И кто может подать заявки? Да, подать заявки еще можно до завтра, до 18.00. Подать заявки могут студенты ЮГУ, Медакадемии, студенты Технологопедагогического колледжа. Вот, у всех школьников уже разосланы письма. Вот, подать заявки можно в нашей группе, вся информация есть. Вот, поэтому регистрируйтесь, мы ждем. Хорошо, Регина, вот четвертый раз воображаемый. Можно проследить, что вот к тому или иному мастеру, да, к специалисту... Больше желающих, да? ...по одному направлению, да, и больше интереса. Вот к чему тянется молодежь-то хантамансийская? Я думаю, здесь не на человека больше идут, а здесь больше идут на направление. Ну, какое направление тогда? Ну, ребята очень просят режиссуру номера. Им становится интересно не только как выступать, но как простроить так, чтобы зрителю было интересно, чтобы зрителю было вкусно, чтобы они там сидели, открыв рты и яхали в концерте. А почему? Потому что желание выступать на студенческой весне сначала там на Югорском, ну, то есть внутри университета, округ, Россия. Я думаю, в том числе. Ну, это в том числе, потому что ребята почувствовали вкус победы, когда начали выигрывать и приносить призовые места, и для них становится важно не то, что сам факт выступления, а качество выступления. Мы же работаем не на количество, а на качество. Что им дает участие в воображариуме? Да, что по итогу... Да, по итогу что-то будет. Ну, ребят, вот вы, вообрази себе тысячу рублей и... иди вляй. Ну, по итогу, получается, они получают ту всю базу, которую мы просим от экспертов, чтобы они им дали. Также у нас в этом году будет такое более-менее крупное творческое задание для участников, что по направлению театрального, что по направлению вокального, что для школьников. Вот, а также они получают сертификат участника нашей школы. Вот. И готовые продукты уже на предстоящее грандиозное событие для студентов. Это студенческая весна. У ребят есть еще уникальная возможность, если у них уже есть какие-то наработки, то показать эксперту, проконсультироваться, и есть еще время... Он подредактирует, подправит, и, так сказать, в хороший и достойный вид все это приведет. Итак, еще буквально два слова. Когда и где состоится? С 1 по 3 февраля в городе Ханты-Мансийске в 4-й школе. Уже в нашем друге. Вот, поэтому ждем ваши заявки. Спасибо огромное. Все новображаримы, друзья. С гостями прощаемся. С вами живем все две. Две с половиной минуты дождитесь. Спасибо. 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 Спасибо.